Да. Прям записано. Ну, почему скажу? Потому что столкнулась с тем, что даже сама не сразу поняла, в чём моя уникальность. Ну, это опять же, я понимаю, что это позиция там с детства, там не сильно самооценка и так далее. И как понять, в чём мои ценности уникальны? Чем я смогу поделиться в этот мир? Интересный вопрос, да? Да, вопрос интересный, просто если я начну, больше других вопросов вы не успеете задать. У нас целый час есть, пока я вернусь. Да, ну нет никакой уникальной ценности, её не существует. Нет. Я думала, мы как бриллианты, у нас много граней, и все вот эти грани — это одно из проявлений уникальной ценности. Потому что уникальная ценность — это всё. Каждый вдох ваш уникальный. Бесценный. С такой ценностью. Просто невозможно. То есть достаточно просто жить и наслаждаться жизнью? Ваше уникальное проявление через вас внутри уже достаточно для уникальности. Нету никого повторимого и похожего на вас. Нету никого, кто передаёт так информацию, как вы. Нету никого, кто за вас поест, попьёт, будет дышать. Нету никого, кто так же сможет смотреть на мир, как смотрите вы. Каждый раз, делая каждое действие по-новому, мы об этом говорили, да, на каком-то деле? Вы оттачиваете мастерство и вот эту вот уникальность во всём. Что такое жизнь, рост? Это всё время новое. Мы каждое действие делаем по-новому, уделяя ему внимание, то есть любовь. Мы всё творим из любви. Мы убиваем даже из любви. Внимание — это любовь. Как только мы во внимании что-то делаем и понимаем то, что «О, ни хрена себе, я воду пью, какая она вкусная», вы почувствуете вкус воды. И он будет непохожий, скажете «Я такой воды ещё никогда не пил». А когда вы в следующий раз подойдёте пить, вы уже возьмёте другую кружку, другой стакан, другой вокал, или вообще из чайника попьёте. И почувствуете совершенно другой. И каждый раз будете удивляться. Нифига себе, у воды такой классный вкус. А интересно, а если я его буду, как у Ольги дома, полностью вся вода в серебре? Ну, то есть всё серебро. Из серебряных кубков я пила воду, это вообще другая вода. Просто другая вода. Интересно. И я каждый раз пью воду, я удивляюсь и пью это, делаю по-новому. Я наблюдаю за этим. Это и есть уникально. И то, что в тебе достаточно, в вере избытки и льётся через край, тебе хочется делиться. Но ты не делаешь это специально, это само собой происходит, то, что ты делишься с собой. Но ты, когда делишься, ты расширяешься, ты умножаешься. Клетка поделилась, да, её стало больше. Поделение – это умножение. Но когда ты делишься не из недостатка, а в долг к себе, и не очень, потому что чувствуют аудитория, люди, что что-то не то. Потому что человек делится из недостатка, пытается достать что-то того, чего нет. То есть мы можем проявлять свою уникальную ценность и талант через обычные вещи. Все самые обычные вещи, они уникальны. Но когда ты делаешь и по-своему, уделяя им свою любовь, своё внимание, делаешь это по-своему, по-новому, это есть та уникальность. И если тебе самому нравится, все такие, блин, нифига, классно, у тебя такие классные шнурки, ты так их классно завязал по-особому, что весь мир ходит и завязывает шнурки так, как у тебя, потому что, блин, они крутые, ты столько любви в этот. Почему одни картины великих художников, где ничего особенного, как квадрат Малевича, просто чёрный квадрат, и ты смотришь, и все такие, блин, хрень, да, ну ум вмешивается, хрень, но там столько любви и внимания в этот квадрат, он его столько времени мулевал, там любовь. Человек просто передаёт, ну, через, мы передаём информацию от клетки к клетке в организме, точно так же, как человек к человеку. Я клеточка, ты клеточка, нас смотрят клеточки, я сама себе через разные клеточки передаю эту информацию. Я её в зашифрованном виде передаю, зашифровываю в язык, в язык тела, в язык жестов, в язык, ну, слов. Точно так же мы можем зашифровывать информацию в картины, в действия, в улыбку, в взгляд, в борщ, понимаете? Да. Уникально сварить борщ, тоже вариант. Если ты сделал это с любовью, то это нужно. Это с любовью и осознанно, а не наоборот, вот ты наварил. Ну, художник, он поглощён, мы все художники, не обязательно художник, который пишет картину. Но даже если взять художник, который пишет картину, который поглощён своим творчеством, он это делает не для продажи, не для кого-то, не для чего-то, не потому что, посмотрите, какой он классный картин он рисовал, ему вообще пофиг на это всё, вот, ему прямо на срач. Ему классно в процесс, он в процессе находится, он столько любви туда вкладывает для самого себя, ему нравится то, что он делает. Он в ней чувствует себя, он, когда рисует, он чувствует внутри и проживает эти чувства, он проживает эти чувства. Вот как Оля, у нас есть с Олей осознанный курс, Оля рисует, я там снимаю, хожу, комментирую, трансформирую шаблоны. Когда человек через живопись, ну сейчас до изоляции у нас это было, после изоляции продолжим, рисует живопись и трансформирует своё сознание, свои шаблоны. Это первый день у нас трёхдневный курс. На третий день мы рисуем чувства уже. И вот те чувства, которые ты вкладываешь в картину, они тут же материализовываются вовне. Оля так все картины пишет. Она нарисовала картину на сколько там миллионов долларов, не помню. Повесили их, и чумаки там получили в офисе. Ну повесили её картину, да, и не знаю, ну они... На эту картину смотришь, когда, я даже не знаю, 20 слов не могу подобрать, приходишь к ней в это пространство, и там картина висит, бык такой с рогами, денежный такой, классный. Вот, и чувствуется, просто чувствуется в ней деньги, мощь, изобилие. Хотя ну просто будет, ну что там, там денежки не нарисованы. Ну ты просто чувствуешь. Она эти чувства, эмоции вложила и переживала во время рисования. Ей было всё равно, ну, на потом. Вот тогда это и будет твоя уникальная ценность. Ты вкладываешь себя во всё ни для чего. Бессмысленно. Самые бессмысленные вещи самые дорогие в мире. Все эти коллекционеры, блядь, бессмысленно коллекционируют. Они ни у кого нет, они уникальны, поэтому их все хотят. Но вот эти вот штампы, сейчас вот про штампы расскажу. Я сделала курс для новичков, который 24 мая будет на 3 недели, там, 500 евро. Реклама, минутка, секунда, там, подзапить по одному, что ли. Вот. Но дело не в этом. Мы, наверное, сейчас дату поменяем, немножко его изменим. Мы сейчас, ну, для новичков продвижение, делаем вообще в другом месте, другой рекламы на лайнингах с командой. Я выложила и у троих. Сегодня мне прислали скрин, моя команда прислала скрин, и сейчас готовит патентовать, ну, посты все. Не патентовать, ну, не патентовать, не знаю, как это. Короче, за авторское право они будут на всех, там, кучерявную сенью насылать в виде полиции. Вот. Весь смысл в том, что три человека взяли и просто слямзили мой пост, сделали такой же курс, чуть извинили название, все с теми же ценами, так же на 3 недели, или там другую цену назначили в 10 раз дешевле, чем у меня. Но тот же курс, то же самое, что я буду делать, просто берут и все копируют. Но вот эта копия никому не интересна, можно на них не слать никого, ничего, им не писать. У них это не пойдет, там, любви, там, копия. Просто человек берет и слизывает для него. Это кажется, ну, что он там сейчас бабла сделает, там, денег, ну, не получится у него. Ну, да, другое закладывается изначально. Закладывается для чего-то, и еще возьму чье-то, вот возьму это все, скопирую, у нее вот так это получается. А вы знаете, я когда работала, блин, можно я вот сейчас не в тему? Можно. У меня когда было рекламное агентство, я сейчас завязала давно рекламой с этой, вот, я подарила рекламное агентство другому человеку, в общем, у меня было рекламное агентство. И у меня всегда клиенты спрашивали, Нель, ну почему у нас одинаковый там сайт в разных городах, одинаковая, в принципе, реклама, те же ключевые слова, объявления и так далее. Ну, один гребет лопатами куча заявок, а у другого нету ноля или одна. Ну, почему? Мне всегда было интересно ответить на этот вопрос, я не понимала, почему я сделаю одну и ту же рекламу с одинаковым оформлением, одинаковыми сайтами, там, то же самое продвижение, но они друг друга знают, допустим, два чувака, которые работают там в одной франшизе, один в одном городе, другой в другом. Они в курсе, да, то, что у них одинаковая. Но у них геотарь бетинградный, они не соприкасаются. Они в курсе. Ну, две копии. У одного работают, другого нет. Платежеспособность этих двух городов и численность населения тоже выпаркает. По статистике все сходится. И я пришла, да, к этому вопросу. Я и начала. И почему сейчас реклама ушла? Потому что я поняла, что вот так вот реклама, она не работает. Работает совсем другое. Вот о чем я сейчас говорю про эту картину. Про то, что ты берешь и творишь свой пост, свои придумки. У тебя транслируется, из тебя вот эта любовь, ты занимаешься творчеством, тебе это нравится, ты создаешь новое. Вот тогда на любовь приходят люди. Люди без любви сейчас живут. Весь мир просто, ну, блин, жертвы одни. Им нужна эта любовь. Они как вампиры все вокруг собираются. Хоть кто-нибудь счастливый. Все хотят подоиться с него. Все хотят побыть рядом с ним. Хотят зарядиться рядом с этим человеком. Но это я уже так укрировала. Подоиться. С любой стороны, как бы ты ни заходил, люди хотят общаться с теми людьми, которые вдохновляют, с которыми хорошо рядом, комфортно, с которыми приятно, понимаешь? И когда ты творишь, да, ты уже наполнен любовью. Когда ты создаешь свое новое, неповторимое, уникальное, ни у кого ничего не смотришь, ни пистишь, блин, просто свое создаешь. Не сравниваешь. Теперь люди тянутся, тянутся просто настолько, блин, люди идут на энергию твою, они не идут на твои слова, не идут на твои тексты, на твои картинки, на твой копирайтинг, на супердизайн, вообще всем насрать. Ты с классным дизайном будешь сидеть вечно в недоставке, без денег, потому что энергии у тебя нет. А другой человек, которому пофиг на дизайн, на все, у него энергия, у него любовь, ему хорошо, у него состояние, вот это, потому что он творит, он новое создает. Вот эти люди ниоткуда просто будут идти пачками. Вот пример, почему мне вот, эти люди даже, которые берут и копируют мои посты, мои тексты, мои курсы, все это копируют, они мне же задают вопрос, ну почему у тебя идет, ну почему у тебя постоянно очереди стоят, ты записываешь, вот у меня сейчас на консультации 5 человек, которые только через месяц будут со мной заниматься, потому что у меня сейчас, ну как бы нету окошка для них. Меня спрашивают, почему, я говорю, ну блин, потому что я, не деньги меня интересуют, мне интересно себя перепознавать через каждого человека, мне интересно брать и что-то постоянно придумывать новое, по-разному работать с каждым человеком. У меня ни разу не повторялись курсы, не, я вру, у меня было такое, что год назад, летом мы взяли один курс с Олесей и повторили, и все 20 человек настолько были не готовы, ну вот это повторение познавать, и они прям не хотели выполнять задания, хотя никто не знал, что я их повторяю. Мы с Олесей только знали, что мы копируем с прошлого курса все задания. И оно не пошло, все очень негативно ушли оттуда. Это для нас такой с Олесей был урок, что мы с тех пор сказали, что больше никогда не повторим. Ни одного урока с человеком не будем повторять. Я себя не повторяю. А вы люди, мало того, что себя не повторяете, так вы еще и других повторяете. Это же вообще многомиллионная просто комбо повторения. клонирование какое-то. Клонирование, да. Ну, то есть, прикиньте, да, я себя не повторяю. Я хочу повторить, но, блин, я такая, новое творчество, куда ты опять идешь в свое старое, шаблон, устарела, не нужно, все. Ты уже свое отговорила, уже свое провела, уже сделала, не делай больше так. Я всегда бью себя по голове, если хочу повторить даже домашние простые действия. А люди, мало того, что себя все время повторяют, они хотят, вот записали курс, вот почему у многих там первый курс хорошо, потом людей все меньше, 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 хотя они набирают новую аудиторию, там инфобизнес, да, там авто вот эти вебинары, авто берут, набирают, вот эта аудитория набирает, набирает, она множится, а на курсе все меньше и меньше. Ну, потому что нету там творчества, там энергии нет, там вот этой любви нет, там вот этого внимания нету. Это уже было, тебе самому неинтересно. Да какого хрена вы берете и еще у других копируете, мало того, что, блин, ваше уже отжило. А у чужих это зачем вообще забирать-то? Нахрена? Мне не жалко, забирайте, но у вас-то ничего не получится. Я от этого не страдаю. Я не страдаю от того, что все берут, копируют там мои посты, там тексты, повторяют, там, я не страдаю. Мне наоборот классно, что люди меня рекламируют дальше, да? Но все-то знают, откуда ноги растут, если есть какие-то мои уникальные вещи, которые я рассказываю. Кто-то, познакомившись с моим творчеством, понимает, откуда это взято. Но это мне просто плюс в рекламу, копируйте, блин, копируйте, для меня это реклама, я в норме. Но для вас это остановка. Я хочу вам помолить, чем-то. Да. Помогаю вам, помогаю себе. Да, согласна. Какой еще вопрос тебе такой задать? О, Алиса пишет, я всегда переживала, что не могу повторить одно и то же. Оказывается, это наоборот круто. Да, 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 да. Я думала, что я эфир буду слушать завтра еще раз. Я, кстати, завтра. Потом месяц проходит, полгода, я опять их слушаю, такая, ничего себе. Я говорю, потоки, как только я сама себя перебиваю, ну, допустим, я не могу вспомнить, о чем я говорила, если меня куда-то унесло, ну, обычно, ну, минуя ум, потому что если я начинаю тут же анализировать, так, а так я сказала, ну, так нужно, это не нужно, все, ну, перекрываем этот поток. Поэтому я не помню, что я говорю, и поэтому, блин, себя переслушиваю. Или, когда я говорю, я осознаю только потом, когда сказала. То есть я говорю, сейчас стараюсь одновременно находиться с тобой на связи, да, с аудиторией, и одновременно пытаюсь, ну, каждое чувство, в каждом слове чувство, каждое слово чувствую, ну, что происходит внутри. И когда я нахожусь вот так вот в себе, ну, тогда меня понимают, потому что я не словами сейчас передаю информацию, а другим местом, ну, другим потоком. Как раз поток по телепатии у меня сейчас идет при... Офигеть. Расскажите про телепатии. Ну, сегодня мы считывали информацию умерших по фотографиям и информацию по фотографиям живых людей. И рассказывали, в чате все кидали фотографии людей, которых нет, усопших, да, и те, которые живы. И никто не знает, кто живой, кто нет. Вот. Выборочно берем три-четыре фотографии и прям рассказываем, как настраиваться на вибрацию этого человека, неважно, живой он или нет. Либо мы настраивались, у нас прошлые экиры были, на растения, разговаривали с ними на животных, мы настраивались на предметы, мы настраивались на людей, которых не знаем на улице, мы настраивались на людей, которых знаем, мы настраивались, которые сидят рядом и которые просто ментально знаем и по телефону, как, допустим, с ним рассказываем. У нас это все было сегодня, вот по фотографии с Читка. Я не ожидала от курса, я просто даю как настраиваться на чистоту, как ему передать информацию, перестроить на свою чистоту, как считать его, как расшифровать. Вот это вот я все даю и я не ожидала, что каждый день, который я технику даю, люди смогут это сделать прямо сейчас. Но вот это честно не ожидало, потому что я сразу объявила, что я вам даю каждый день технику, мы пробуем, но у вас не получится. Это нужна тренировка, это нужна настройка. Пока вы в себе задавлены эти чувства, не разрешите им быть, вы не можете других считать. Ну, мы много в себе подавили, там еще нужно столько чувств в себе раскрыть, чтобы считывать информацию, потому что мы не можем считывать информацию, если мы не разрешаем себе это чувствовать, понимаешь? И как бы поэтому я сказала, вот вам техника, вот как раскрывать свои внутренние чувства, как там ваши подавленные находить и как далее. А люди начинают полностью рассказывать, там чуть ли не многие со стопроцентным попаданием, во что одет, что делает, о чем думает, в какое время, что говорит, короче, у меня мозг взрывается, потому что я не ожидала, я не знала. Я, короче, в шоке. Я могу признаться, да? Ты на моем курсе, ты на моем курсе. Я на твоем курсе, правда, восхищает вообще, насколько возможности человека неограничены. И вот, правда, благодарна тебе, потому что для меня, конечно же, важнее было познать себя, но я не думала, что познавать себя вот так через чувство других людей, чувствование-то вообще, ну, это нечто просто выходящее за рамки. Скажи, пожалуйста, а ты вот, я там не всех отслеживаю, сообщений очень много в чате, когда каждый вчера считывал каждого человека в чате, кто он что делает, во что одет, там что думает и так далее, ты считала народ, тебе обратную связь когда дали, какой у тебя примерно процент попадания, вот. Я как двоечник, я как раз не считывала, я не успела. Я вчера набрала следующие задания, но меня считали. Попали очень, ну, по большинству каких-то пунктов, очень сильно попали, правда. Одна даже девочка считала будущее, что меня очень порадовало. Вот сегодня. А в будущем мы доберемся, у нас еще там осталось... Ну, она у нас, как это, впереди паровоза, или как, у нее это, видно, это ее уникальная ценность, ну, в общем, как-то у нее хорошо получается, правда, и она молодец, конечно. Вот, мне понравилось. Надо этот курс повторить, но я не знаю, когда я пока не готова. Да, рекомендую всем, проходите, всем курсам у Нелли, что есть просто. Я хочу еще спросить вопрос. Вот про ценность курсов, вот про цену и ценность. Ну, скажу, как это, с позиции человека, который, например, еще не знает, что это такое, и как понять, почему мне надо отдать, например, там, тысячу евро? Вот, если бы я, например, не знала. Я так чувствую, во-первых, да, я чувствую, сколько стоит мое личное время. Например, ну, здесь, блин, миллиард параметров, на самом деле, я же козерок, у меня в голове сразу включается калькулятор. Я, например, там, на бирже, на торговле, на акциях, там, из разных других источников, которых у меня, на самом деле, много, они чаще бывают, ну, такие, которые я вообще не понимаю, откуда и чего. Мой доход, да, то время, которое я уделяю на свою жизнь, как сказать, то время, которое я уделяю на свою жизнь и приносит мне это определенный доход вне курсов, да, я знаю, ну, какая там примерно сумма, и она меня удовлетворяет. И я знаю, что я из этой жизни себя выдерну, да, и свое внимание буду тратить на других. Я просто вот это время, свое собственное время, вот, оцениваю примерно тем эквивалентом, да, который бы мне мог заменить тот доход, которым я уделяю свое время, на вот это. Ну, прикольный человек, который отдает, что для него отдать это тысячу евро? Что это для него? Это что, некий объем для принятия новой информации, или как? Как это? А, ну, конечно, это как вдох и выдох, пока вы не освободитесь от привязок, но дело в том, что курсы, они разные, есть. Ну, я образно сказала. Курсы такие, которые имеют определенный порог входа, и если, что такое деньги? Вот, это надо вообще с другой стороны заходить, что такое деньги вовне? Это изобилие твоего внутреннего состояния. Деньги вовне могут быть только у человека, который внутри это изобилие чувствует, да, и тот, который изобилиен внутри, и достаточно, и самодостаточный. Тот, кто ценит там свое тело, свой ум, свои действия, он ценит свою жизнь, он знает, он знает, что не нужно знать, он из изобилия живет, и он смотрит на все с изобилием и с легкостью со всем делится, то есть это определенный уровень сознания. И если у человека есть такой уровень сознания, он может дальше пойти, там, на телепатию, на счетку, но это такие вещи, которые он не может осознать с уровнем, когда у него нет денег, он живет в мышлении бедности, вот это мышление, ну, ему еще не потянуть мой курс, ну, вообще. Ну, с чего ему начать? Это отсев такой. Задаваться вопросом, для чего я не хочу иметь денег, или что? А не, для чего я хочу денег, почему я, блядь, бедный в душе внутри. То есть для чего я хочу быть бедным, так сказать? Да. Какие-то выгоды, видимо, есть, да? Человека, ну, конечно, у нас вообще во всем выгоды, все желания вокруг исполнены, во всем выгоды. Есть курсы, которые я начинаю снижать планку, и делать для новичков доступно. У меня одна консультация, одна консультация, однодневная, стоит тысячу евро. Я не хвастаюсь просто к тому, что на моей консультации нету ничего нового. Вся информация, все говорят, вот, берешь деньги, зачем ты берешь за курсы деньги, вчера мне там обосрали, вообще жизнь просто в личных сообщениях, и говорю, ребят, вся информация бесплатна полностью, и как считывать человека, и как осознавать себя другим, как расшифровывать. У меня есть это бесплатно, ничего нового нету на курсах. На курсах мое личное внимание, и мои телепатические сеансы. Все. Информация вся бесплатна, вы все можете это сами открыть. У меня есть канал, чат, где бесплатно все друг дружки отвечают на вопросы, где куча осознанных людей, которые прошли много курсов моих, и я там лично. У меня есть бесплатный YouTube-канал, где вся информация. У меня прямые эфиры, где я все время отвечаю на любые вопросы, не стесняюсь и ничего не утаиваю. У меня есть канал статьи, я сейчас пишу книги, вся информация доступна, бери и пользуйся. Но ты, мудак, блядь, не хочешь этим пользоваться, тебе нужно, чтобы, блядь, взяли, за тебя сожрали, положили все, разжевали. Но если ты хочешь сожрать мое внимание из моей жизни, выдернуть меня, и чтобы я занималась твоей жизнью, ну, блин, заплати. на брендовые шмотки тебе не жалко, на классную машину тебе не жалко, на хуйню какую-то тебе не жалко, на дискотеки, там, на пойло, не жалко. А чужую жизнь вывожу человек, который будет тобой заниматься, блядь, тебе пиздец жалко. Тебе все разжевали, информацию дали бесплатно. Поэтому люди, которые говорят, что я заламываю большие цены, идите нахуй. Все. Люблю вас. С любовью для вас. Я просто тоже заметила, что если бы, например, у нас там что-то заболело, не знаю, зубному, например, она была оперировать зуб, сказали бы какую-то баснословную цену, мы побежали бы впереди паровоза, и как-то деньги быстро бы создали. А вот надо получить информацию и вот эти навыки научиться этому, поменять свою жизнь, как-то научиться наслаждаться, люди почему-то не хотят. Причем пойти в больницу, лечить свою печенку, сдавать анализы, инвитра, там столько бабла нужно, а ты это можешь не язык телу только отрезать, а ты можешь это решить в миллиарды цене от того, что ты в больнице там отдаешь. Но ты там в больнице больше отдаешь, чем за мой курс, который решит раз и навсегда эту проблему. Люди не понимают и еще говорят, ты херни несешь. Один зашел сегодня в чат и говоришь, вас вату несут, вы там бесцельно живете, бесплана, такую ерунду начал говорить. Я говорю, чувак, мы про любовь здесь, мы про любовь, мы про любовь к себе, про любовь к другим, мы про счастье, жить здесь сейчас, про чувства, про радость, блядь, ну, какая здесь чушь? Ну, нет, это вся чушь, надо эти деньги зарабатывать, на работе, на семью кормить и так далее. Ну, если вам нравится вашу правду, ну, живите в ней, зачем вы лезете к счастливым людям? Ну, вы несчастный, колледж серый, вы хотите разрушить счастье других людей. Ну, сидите. Жаба давит. Я никому не лезу, я никогда никого не комментирую, не захожу в аккаунты, не говорю, как кому жить, я только платно говорю кому жить. Либо расплатно, если ты сам, Вась, штука, блядь, зайдешь и нажмешь эту кнопочку и посмотришь, если тебе это надо, найдешь. Зайдешь в чат и лично спросишь. Я с советами даже в чате никому не лезу, я ненавижу эти советы, нахрен им не нужны. Когда мне говорят, у тебя там брови не такие, или там покрасили, постригись, или не так ты одета, я реально, да какого хрена ты за собой не смотришь? Ну, посмотри, как ты живешь. Ну, да. Это люди, которые пишут комментарии, это правда, мне кажется, чем полон, тем и делишься, в общем-то. Поэтому, своей жизнью неинтересно заниматься, пойду где-нибудь на гадю. Вот такая позиция какая-то в жизни человека. И правда, я просто... призналась. Мы признали, что у них есть. Теперь надо признать в себе. И теперь надо признать, а где я так же поступаю, почему я себя так веду, почему я это отрицаю, найти целое, прочувствовать это, и будет, блин, мир и любовь и гармония в моем мире. Пускай все видят там говняшки. В луже, да, если заглянуть, один увидит воду, другой грязь, третье свое дрожение, четвертое дрожение других людей, кто-то солнце там увидит. Каждый свое найдет. Да, согласна. Я так люблю. Тальцам. Обычно рассказываю историю, вот это из притча про пчелку и муху. Кто что видит? Муха видит говняшки, а пчелка видит цветочки и нюхает. Вопрос, это муха или я все-таки пчелка. Мне кажется, это очень выбивает быстро из какого-то, ну, из какой-то ситуации. Назад возвращает. Хорошо. Еще вопрос. Школу. Да, у тебя есть, везде ты пишешь хэштеги, я повторила тоже, Нелли делает движ. Вот расскажи нам про это. Что это такое вообще? Для чего это надо? Это у тебя такое муха? Он удается. Я-то знаю, я как бы, я же в позиции сегодня чайника, который не знает ничего. А-а-а, понятно. А можно перебить немножко вопросом и сказать? Мне сегодня весь день пишут по поводу, кто мне и как делал. Ребят, меня стриг и красил муж. Вы видели, в каком безобразии я находилась. Ну, это был капец, конечно. Вот. Но мне тоже нравилось, думаю, пока я дома сижу, какая разница. Вот, но муж все-таки такой, давай, красный. Выгодно иметь такого мужа дома. Раз, пришел, покрасить. Он три дня меня чистил там на 5-6 этапов просто каждую прядку вот это вычищал. Вот такая долгая работа просто. Три дня, ну, уже терпение надо иметь. Да, сегодня он уже меня чуть-чуть подстричь, там, укладочку делал. Ну, четыре дня, можно сказать, он целыми днями работал со мной, потому что это очень долгая работа. Все это по сто раз вычистить. Ну, в сторис мы видели, да, в фотографиях ты сидишь с этим. Да, и если кто в Москве, пишите мне, ну, в личке, дам контакт мужа, он как бы задорого. Это реклама мужа. Блин, ну, ты прекрасен, что я хочу сказать. Денис, блин, он молодец. Я пока радуюсь, ничем не крашу. Думаю, пока похожу так. Так, по поводу движа. А, кто-то будет говорить, опять там реклама, да, мы всегда рекламируем себя по жизни везде. Да? Я для тех, кому интересно. Кому не интересно, это пусть уходят. мимо проходят. Так, у меня есть телепатический сеанс, сеанс движения сердца. И я просто этот сеанс начала в постах везде обозначать, мои дела и движет. Что-то так сделалось, я его оставила включать. Вот, сеанс, на 30 минут мы уходим в куматос. Онлайн это происходит, можно вживую, но мне даже онлайн больше нравится. уходим в куматос на 30 минут, когда идет просто считка информации у друг дружки, осознавание там своих вопросов, затыка, решение проблем, ну и запускаем вот эту движуку. То есть все блоки, которые стояли, то, что там тело сигналит очень часто, люди говорят, блин, у меня там левая рука заболела, так это правая, левая рука, там голова, нога, мы это расшифровываем, и человеку понятно вот этот блок, который ему двигаться не дает. Мы все время зацикливаемся на какой-то одной проблеме, не можем ее решить, постоянно мы ее решаемся, а, блин, она решается на самом деле очень быстро. Перестать ее решать в блокпост, да, и найти вот этот блок, в котором мы себя оттормозим от этого движения, ну, жизнь это движение, вот этот поток, чтобы все наши желания исполнялись, мы должны быть в этом потоке. Мы должны двигаться по импульсу, по инерции, то, что нам нравится, делать, кайфовать от этого всего, любить даже, как мы там посуду моем, убираемся, я вообще обожаю. Я умор. Мы на этом сеансе с человеком прорабатываем, я с ним не разговариваю, он отключает интернет, телефон, чтобы никто не звонил, мы разговариваем с ним телепатически. Это можно любому человеку научиться вот так, как-то подсоединяться к человеку и считывать. Или это надо... По теории, наверное, в каждом заложено это, но я не знаю, как это сделать, ну, самому, без понятия. Я не самому, но я знаю, что ты обучаешь этому, да, как инициативу, как это называется. Для тех, кто проходил у меня курсы и понимает в точке обзора, да, причина, я дворец, в точке обзора, когда находится, смотрит на мир, как то, что он причина, проекция, проектов, или, а вовне это проекция и следствие всего лишь, и всё мы творим своими чувствами, кто это понимает, проходил хоть какой-то маленький курс, хоть маленький, хоть большой, дорогой, недорогой, примерно хотя бы имеет какое-то понятие, есть отдельный курс уже посвящения на мастера сердца, и там мы с ним работаем неделю-две в зависимости от человека. Я раньше назначала, что там 3-4 дня не вышло, ну, с некоторыми прям по неделе по две работами. Там официальная работа просто идёт. И сколько для этого нужно высвободить? А? Сколько надо денег на это высвободить, чтобы вошло в человека, так сказать? Ну, у меня изначально цена стояла 7500 евро. Ну, для тех, кто проходил курс, у меня была акция, я не знаю, она закончилась, я давала там даты в постах или не давала, у меня была акция там 50% скидка для тех, кто проходил курс. Для тех, кто не проходил, там сразу с базовым 7500, ну, 7500 евро. Вот, а кто не, ну, кто проходил курсы, там индивидуальную мы цену смотрим, там 50%, смотря что он проходил. Если он проходил прям базу всю, тогда там цена небольшая будет. Все зависит, ну, конечно, что он там проходил. А если он просто был на каком-то марафоне, и он живет в своих проблемах, у него нет денег, ну, как бы, ну, ему сейчас рано, ну, этим заниматься. готовое сознание. В своих проблемах, как он может зашоренным своим умом, да, делать такие вещи. Ну, то есть, ему надо с сознанием просто поработать еще немножко. Ну, в принципе, это как бы, потом у всех способность это есть, ну, те, кто проходит эту инициацию. Или были такие, как это, упертоправые, в которых не влезло? Таких у меня не было, но у меня всего лишь на канале, ну, сколько ли, шесть или семь человек проходили инициацию. Ну, может быть, если будет сто человек, там будет выборка какая-то, может быть, кто-то не сможет. У меня еще такое бывает, ну, ты сама знаешь, на курсе, да, пришли на курс телепатии, и на второй день один человек ушел, ну, сказал, я тебе эти деньги заполучу за индивидуальную консультацию. Ну, типа, я еще не готов, у меня еще надо свои проблемы решить. Вот, а потом началось нытье, ой, я не могу, ну, человек проявил интерес, захотел, он думал, что он сейчас придет, и все, он теперь познал весь дзен и мир, ну, такого же не бывает, да. Молчайший полуфер. Люди себе понадумали, да, и многие ушли в свою рутину и говорят, ну, блин, у меня свои дела, у меня свои проблемы, мне это там, деньги надо зарабатывать. Ну, короче, им стало неинтересно считывать информацию с будущего, смотреть, какие выигрышные номера в лотерее будут. Короче, мне вообще ничего не интересно, они пошли деньги зарабатывать на работе, ну, как бы, за 500 вебра. Ну, выбор за ними, да. Да, ну, как бы выбор за ними. Поэтому, не факт, что те, кто будут проходить у меня, будут этим заниматься. Не факт, что влезет в любом случае, а ты там захочешь дальше, либо заблокируешь себя. Ну, то есть, как-то так. Я вообще не несу никакие гарантии ни за кого. Я тебе дала, а ты вот сколько возьмешь, ну, столько возьмешь. Я не могу за тебя взять. Я могу тебе дать, что могу. Но люди сами осознанно не берут. Я бесплатно даю, не берут, платно даю, не берут. У них дела. Ну, как бы, ну, извиняюсь. Ну, могу сегодня сказать за свой курс. Сегодня муж говорил, что, говорит, я не знаю, что ты там делаешь на своем курсе, но у меня так прет, говорит, что энергия изнутри, что по работе, я говорю, я тебя просто оставила в покое и занимаюсь собой. Так что, такой рецепт для всех, да, займитесь собой. Да, ты же про внутреннего мужчину и внешнего как раз спрашивала. Мужчина – это воплощение твоего творчества во мне, да, твое внутреннее творчество, как ты творишь этот мир, как ты на него смотришь, по-новому. Творить это не значит делать, творить это смотреть по-новому, видеть по-новому. Как я сейчас по-новому наблюдаю солнце, да что угодно, вкус, запах чувствую, на себя смотрю. Это не обязательно действия. Ну, действия, они прибавляют ещё больше кайфа, естественно. Без действия, ну, не так интересно. Ты начала заниматься этим творчеством, тебя прёт, потому что постоянно, ну, я как бы даю много заданий на день, да, очень много. И у тебя всё время, блин, вот эта занятость, у тебя творчество, и твой внешний мужчина, как проекция твоего творчества внутреннего, проявляется, поэтому у него начинает переть во мне. Когда я очень сильно глубоко занята в творчестве, моего Дэна вообще не видно. Он просто весь открасит, там делает всё, у него там школа, у него там курсы, у него там это... Как только я решила недельку полежать, посмотреть сериалы, останавливается у Дэна. Я прям за мужем считываю, вот прям моментально, я только ложусь, вот говорю, всё, у меня неделя отдыха, смотрю корейские сериалы. Тишина в работе у Дэна. Как только я начинаю что-то делать, там суетамные, там поездки, там какие-то встречи, конституции, там битяшки, я там творю борщ, офигеть, просто там натарила полный морозильник, этих блинов. А я видела, да. Да, и всё, и вовне, и мама звонит, у неё всё прёт, и там у родственников всё прёт, и у друзей всё прёт. Я останавливаюсь, звоню, мне все транслируют такую же остановку. Мы вовне, если научимся это замечать, вы так себя классно познаете, потому что внешне, оно вообще просто сразу отражает вас, ваше внутреннее состояние. Да, я отметила тоже, что когда начала работать над собой, ну, у меня как бы детей ещё нет, но вот у моей сестры, например, да, есть ребёнок, и она говорит, вот я хочу ребёнка как-то, может, что-нибудь тебе и расскажешь. Я говорю, займись собой, слушай, как бы, я понимаю, что вперёд, оно как бы к детям, да, тоже идёт, но самое интересное, что я отметила, что идёт не назад к родителям, ну, как бы, если по роду взять, да, что вдруг у родителей как-то всё по-другому, какое-то другое мышление, казалось бы, ну, я с ними не работала, работала с собой, ну, это, конечно, круто, правда. У нас же мама сейчас наш эфир с тобой смотрит. Ну, маме привет. Да, бабусик приветит. Это хорошо, когда мама тоже в теме, тогда на одной волне все говорят, это круто. Вот, у меня вопросы, в общем-то, закончились, а вот я, конечно, попрошу всё-таки в качестве рекламы рассказать, какие у тебя курсы будут, в ближайшее время. Кому будет интересно, тот подпишет. Какой патч? Давай, так, какие вспомнишь. Сейчас у меня заканчивается курс по телепатии, и там идёт индивидуалка, блин, она у меня так расписана, очень плотно, что я курсы не планирую, кроме одного, наверное. Вот, 24-го я объявила Майя, что у меня будет курс для новичков. Трёх недельниц за 500 евро. Три недели буду заниматься за 500 евро. Три недели. Это, в общем, без денег. Так, консультация однодневная, 1000 евро. То есть, представьте, я буду 21 день за место тысячи за 500 заниматься. Ну, то есть, это во сколько раз я ужалилась. Ну, я так захотела. Мне вот захотелось вот прям поработать с новичками. Новички это те, которые всё знают. Которые в голове? Те, кто знают, кто практикует, это как раз-таки те новички, которые всё знают, которые самые умные, всё умеют. Вот как раз-таки для них этот курс в первую очередь. Во второй очередь для тех новичков, которые со мной не знакомы. Вот. Потому что, вот, если я всё знаю, значит, ни хрена вы не поняли ничего до сих пор. Так, это первое. Что мы будем делать на курсе? Мы будем трансформировать наше сознание и вскрывать наши чувства, естественно. Трансформация шаблонов мышления это, наверное, в первую очередь для новичков. Как считывать информацию и наблюдать за внешним миром, да, что он не транслирует? Мы также очень глубоко поработаем над сигналами тела. Очень давно тему такую мне все просят. Вот. Что тело сигналит? Что оно нам говорит? Для чего? Почему? Блин, оно одно единственное. Как его можно не любить? Все так ненавидят своё тело и пытаются его исправить? Я его считаю, как это, я себе по себе поняла, что тело наше издевательство над собой. Да, да. Такой мазохист. Садо-мазохист. Да. Также, что там будет на новичков? Ну, понятно, мы будем писать все свои проблемы, все свои задачи, затыки и про деньги, про любовь, про отношения, про детей, про всё. Мы будем это писать и учиться это всё переводить на себя, как разбирать каждую ситуацию, что она мне показывает, как. Вот эти вот ответы внутри себя не могут люди находить. Ну, не могут, потому что они что-то ждут. А мы ничего ждать не будем, мы будем брать и находить эти ответы. прям на месте, без ожиданий. Трансформация, чувства, считка информации, что транслирует полностью. Короче, база, вся база для новичков с нуля. Ну, и для тех, кто не новички, но всё знает, для них тоже это надо. Так, этот курс 24 мая пока ориентируемся, записываемся, потому что курс я буду проводить онлайн, естественно, сейчас я все курсы онлайн провожу. Мы будем его проводить в телеграм-канале, у нас там обычно три канала. На одном у меня задание каждый день с вечера на следующий день даются, чат, где мы общаемся и обсуждаем там вопросы, и канал отчётов, чат, вернее, где вы будете отчёты свои писать, и мы так будем все взаимодействовать. У нас будет одно информационное поле, где каждый будет транслировать одно и то же. Это очень забавно, когда мы попадаем небольшим количеством в один чат, и что бы другой ни сказал, каждый говорит, у меня то же самое, у меня то же самое. Мы все будем в одном поле, и всё, что вы будете рассматривать, вам отзеркалят все. Это круто. Это точно. И дальше, почему на 24-е сказала, потому что курс будет, сначала я написала не менее там 40 человек, сначала пока не наберём курс не начнём, потом я что-то там на 20 человек переделала, потом я вообще удалила численность. Сейчас, короче, посмотрим 24-го числа сколько наберётся, и я на месте решу, отложим его там на недельку или на несколько дней, либо не отложим по количеству участников. Так, это такой курс. Курс по телепатии, пока просто записывайтесь, то, что Нелли, я хочу на телепатию, я имя, телефон записала, и лично потом сообщу, когда он будет, потому что я не знаю, когда он будет, из-за плотного графика, потому что у меня сейчас команда, ну, набралась такая классная, и у нас там прям очень много задач нужно сделать, и, блин, они мне прям так веселят, так интересно, вот это всё, книжку мы сейчас пишем, даже две, одну для издания, будет для интернета, вот, и делаем игру, и, короче, я вот закопана в интересном таком творчестве. Расскажи про игру, кстати. Интересно про игру, послушайте. У тебя такая уникальная игра. я начала выпустить в январе, потом в феврале, потом в марте, и так далее, у меня на канале Телеграм, есть ссылка добавиться в игру, чтобы когда она началась, я про вас не забыла, вот, там буду определять очередь, последовательность, взвесимости, кто когда там зашёл, там уже по 200 или по 300 человек, на игру и на проводников игры. В общем, игру сюда даю, там будет 400 примерно плюс-минус карточек, может 500, потому что пока пишу, какие-то новые добавляются. Вот, из этих карточек составляется поле. Каждый раз поле под любой запрос, под любые затыки, там любые таланты, любые чувства, способности, там хоть свет, способности, посмотреть прошлое, будущее, ответить на вопросы, на затыки, делается поле. Вы рубашкой вверх берёте эти карты, раскладываете из 64, допустим, веточки, или равное вашему запросу, короче, там, блин, просто много вариантов, как можно взять. Давайте один. Вы вытягиваете из колодок, из 500 штук вот такой поле, делаете, переворачиваете, и по этому полю можете ходить, да, задавая вопросы, можете последовательно увидеть, с чего начать, чем продолжить, там на карточках будут полностью трансформированы чувства и шаблоны мышления, с дуальностью и склопнуты. Короче, что не хватает мне, допустим, сейчас вот для любви к себе, ну, какие-то у меня затыки, ну, пример, но это уже так утрировано, и вы идёте по полю, и у вас там семь карточек, там, одна раскрывает другое, если кто играл в игру 5D, ну, такая жаткая прудия, я её создавала там в университете, там просто одно поле, 64 клеточки, а у меня будет всё время разная выкладка, то есть игра бесконечна, там постоянно разное поле, и карточки ещё перевёрнуты и не перевёрнуты, сейчас расскажу, сейчас все давайте копируйте, где вы увидите в этой игре, что вас, ну, реально сливает, понижает по вибрациям, что поднимает, ну, на какие программы, шаблоны, затыки нужно обращать внимание, на какие чувства обратить внимание, то есть можно ответить на любой вопрос, поиграв в эту игру, можно сделать выкладку, изначально кидаешь два кубика, и они показывают число, сколько нужно вытащить, карты, ну, допустим, 6, 6, 12, и из другой колоды, ещё вторая, там, из колода, набор всяких чувств и сверхспособностей теоретичных, ты выкладываешь, и чтобы до неё дойти этот путь, да, выкладываешь карты, переворачиваешь, ну, там, допустим, 12, и видишь вот этот путь свой, все свои затыки, там сразу будет и прошлое, будущее и настоящее, всё показывает, короче, игра интересная, мне нужно оформить и напечатать, сейчас всё вот это откроется, и я её, блин, напечатаю наконец-то, и эта игра будет патентоваться, кто спиздит, тому, ну, большой штраф, там, за интеллектуальную собственность, я скажу, мне было 10 тысяч, но это, по-моему, просто за тексты, а вот за игру не знаю, короче, у меня команда, всё решает моя команда, я говорю, слушайте, занимайтесь мной, будьте моими продюсерами, нашла аж 3 человека, аж охренела, они так, скажем, перерелись, и вот готовят такие штуки, а я там вообще к этому, ну, мне просто болтать и всё, и создавать, а можно карту дня выкладывать, просто из этой игры, можно, как расклад сделать, можно поле с фишками сделать, можно, как по сеансам, что-то... или это будет сразу и проработка этого всего? Это проработка сразу, это ты же сразу в моменте всё открываешь и прорабатываешь. Это круто. Да, можно очень много запросов делать на любые вопросы, и причём очень классно, что в Лилу, что вот 5D, вот эта игра была, там, когда кидаешь кубик, ты не можешь, если тот запрос, который тебе не нужен, если шестёрка не выпала, ты не можешь в игру зайти. Здесь так же, да, пока шестёрка не выпадет, шестёрка это обозначает то, что именно то, что вам сейчас надо. Не умол там надуманно, действительно, вы пришли за этим. Будут проводники на эту игру, примерно там неделя-две, мы будем учиться, интерпретировать и вот это вот всё раскладывать, потому что там не просто так всё. Ну, то есть, каждый может эту игру себе просто приобрести без обучения тоже, вот, и, ну, что-то своё там придумать, но проводники получат глубокие знания по своему собственному, ну, по своему собственному мозгу, блин, трансформационному, протрансформируют себя вообще очень глубоко, чтобы через эти карты считывать человека. Ну, то есть, как бы это тоже какое-то между, 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 комбо с телепатией связан будет и проводник, он не просто правила игры, правила игры и так вот напишу и дам. Проводник должен глубоко понимать вот эти чувства программы и считывать с человека вот эту информацию, чтобы ему онлайн, допустим, разложить. Проводники могут играть и онлайн, но для этого им нужны определённые способности, да, либо вживую, но если вживую, тогда человек сам будет вытягивать, а проводник просто интерпретировать. Сколько будет стоить возможность поиграть в игру? Пока не спрашивайте. Не знаю. Там мнения разделились, мы в чате там даже устроили в январе-феврале месяце, что, ребят, как вы думаете, насколько ценно раскрыть там способности и чувства отвечать на там вопросы и так далее стоит игра, и если её просто купить или стать проводником, короче, все к ней не разделились, мы не знаем. Я, короче, решила так, вот она создавца, я вот уже на неё посмотрю и скажу. Ясно. Ну, сделаю её так, чтобы она, в принципе, ну, была доступна... доступна. Я даже не знаю, что... Попробуем сделать её доступно, да. Я хочу... Микки, они обучаются этой игре, получают эту игру, ну, то есть, они получают её, как бы, бесплатно, платят за обучение, и бесплатно платят за обучение, что я говорю. Короче, игра им высылается, в коробочке, да, они получают обучение, и это обучение тоже будет доступно. С каждой игры просто получается, как это, когда франшизу покупаешь, роялти платишь, Вот, будет какой-то процент небольшой роялти за каждую игру. постигают, да, и платят... Как в лизинг, ага, я поняла. Интересно. Я думаю, что это приложение будет сдаваться к игре на телефон, вот, и... Ого, как круто! Думала над сайтом. Ну, приложение-то 100%, как только она выпускается, игра выпускается на двух языках, ой, на четырёх языках, русский, нидерландский, английский, немецкий. Ого! Если есть... Если есть... Ребята, которые хотят... Хочет. Я говорю, что с моим языком? Поучаствовать в переводе игры, вот, и переводе на язык книжки, которая будет, ну, тоже похожа на игру, немножко. при этом получат игру в подарок и обучатся на проводниках. И... Это не английский, не русский, не немецкий, не нидерландский, да? Кто хочет быть переводчиком игры, книжки и получат в подарок обучиться на проводниках, пожалуйста, пишите мне. Я добавлю вас в чат, вам пишут итальянский, запрещу давайте итальянский. Кто владеет как вторым языком, итальянским или любым другим, давайте книги хочу на разных языках и хочу игру на разных языках. Ну, английский, немецкий, нидерландский. Нидерландский, конечно, вообще для меня очень странно. Просто девочка предложила, говорит, мы с парнем там шпрехаем, давай. Я говорю, давай. Они будут играть, проводить игры у себя в стране. Вот. Кто хочет игру перевести, реально, кто, ну, не просто там переводчик, там, я хорошо перевожу, а у кого почти второй язык, только, ну, потому что там на английский язык многие посты мои девочки начали переводить, они были, ну, косячные, один переводчик косячный, второй, третий, там, и так далее, потому что они не, они просто переводчики, ну, те, которые носители, они читали, говорили, Нелли, ну, это ужас просто. И сейчас у меня носители именно языка перевозят. Адаптируют. Ну, да, адаптируют. Под современный язык. Поэтому, если у вас очень хороший, 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 хороший язык. Да. С книги, я так думаю, что если будет издание, ну, в вашей стране книги, тоже гонорар какой-то будет. в общем, читаю. Переходите. Come on, come on, come on. Да. Да, ну, это вот такие вот планы на ближайший год, примерно, обрисовать. Спасибо. В общем, читаю комментарии, очень много комплиментов, что ты прекрасно с вами выглядишь, что блондинка прям вообще. Спасибо. Ищу ответы, ответов не могу найти. Прямо все классно даешь, вот тут люди благодарят. На курсы надо, значит, идти. Да, да. В общем, спасибо огромное, у нас тут осталась там минутка с копейками, сейчас досмотрю. Тебе удалось сохранить первый эфир? Ну, я его сразу у IGTV отправила. И вот люди даже написали, что оно уже там появилось. Как появилось так быстро, не знаю. Что-то он у меня не сохранял, просто так. Там какая-то красная кнопочка должна быть сохранить эфир? Не было ничего. Вот пишут, Нелли огромная благодарность за то, что ты даешь все в доступе. Я за два месяца такой прорыв совершила, бесплатно совершенно. Вот пример, действительно. Так я ей бесплатно и даю. Говорю, на курсах ничего не будет, там будет то же самое. Вот все. Все новое каждый день вываливаю просто. Мне не жалко, я делюсь, расширяюсь. Все, что я сказала, для меня устарело. Все. Как бы завтра мне откроется новая информация. Либо вот сейчас после эфира мне каждую ночь новая информация. Ой, блин, сейчас минута осталась. Можно я сейчас скажу? Да. Короче, мне приснился сегодня сон. Я ходила в вопросе, ну, что нужно для бессмертия, блин, последнюю неделю, ну, хоть дай мне подсказку. Я понимаю, да, но это мне нужно было более такое глубокое знание. Мне сегодня приснился сон с ответом, я себе ответила во сне, и пришло ко мне много количества людей, я им объяснила. мы такую шкалу какую-то нарисовали над головой, и мы этим пазунком двигались, и человек становился то ребенком, то взрослым, иногда нечаянно передвигали шкалу, ну, в какой-то бок, и человек умирал. Блин, мы такие, блин, надо осторожнее этим играться. Короче, там был ответ, я проснулась, помнила, думаю, сейчас запишу, пока искала ручку, листочек, я забыла, блин, какой там был ответ, но весь смысл в том, что это что-то с чувствами связано. И очень...